Только желтая карточка, потому что надо отыгрывать, если в игрок в атаке намного более отводим. Мы видим желтая карточка. И это сложно для нас. Мы видим желтая карточка, в котором игрок не изменится. Потому что каждое, которое вы вытачиваете, вы получаете желтую и желтую. Это не так хорошо для нас. Но это ситуация, конечно. Я должен поменять, потому что у нас есть желтая и желтая карточка. Это только для нас. Да, совершенно вы правы. Именно в этом карточке. И Жигуа, а Легу Теху. И сама желтая карточка, которая в своем поле получала этот кусок. Сопера там брал мяч. Начало только контр-атаки. Расклад 2-4. Наши противники, арены. Наши противники. Поле Акан Наифова или Поля. Сам играет. В принципе, у меня нет. Он не такой желтой, я считаю. После этого его играет. Совершенно. Любой касарный. Любой катак. Вот привести катак. Еще маленький вопрос. Идет стандарт. Тир. Высокий тир. Тир же и отдаешь в центре поля. Апокарис там с больной головой. Впереди. Очень понятно, почему не используется тире. И вот он не умеет играть головой. Может, и не заиграть головой. В атаке. В атаке. Наш стандарт. Должна идти подача. Тире остается в центре поля. А Апокарис положим впереди. Или кто-то более листый. Почему тире не используется? Гареримов. Гареримов. Еще маленький вопрос. Противanten горан мост неолометовать ответственность. Даня «п и до У нас есть план по поводу ситуации, ребята знают, что делать при штрафных работах, при штрафных оборудованиях, стандарты, начало дархи, дарханспрессингулы, 1, 2, 2, 3, концерт 5 начинает обратно. На сегодня есть планы, ребята, в принципе, вселенные, вселенные планы следуют. Но сегодня, во втором тайме, так случилось, что, во-первых, мы пропустили, во-вторых, мы изменили схему игры, стали играть 4, 4, 2, из-за того, что вышли на поле несколько игроков от атакующего плана, и все хотели играть в голову, достаточно много было штрафных в конце торон-тайма, в город Краснодаре, там мы провали, и здесь, опять-таки, в последнее время, мы придумали немножко, потеряли голову и немножко, главное, чтобы был нарушен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!